4 июля. Пишем? Пишем. 4 июля. Анастасия. Письмо называется Любовь к волосам. Сон рядом с мамой. Страх потерять маму из виду. Здравствуйте, Юлия Евгения. Здравствуйте, Анастасия. Посмотрела ваши ролики про игры и не могу остановиться. Улыбочки. Вы стали мне маяком в море. Спасибо вам за ваш труд и знания, которыми вы делитесь с нами. Пожалуйста. Меня зовут Анастасия. Дочь Софья. Год и три. Роды первые. ИКО. Беременность в 37. Роды в 38. Плановая кесарева. Беременность на гормональной поддержке. С 27 недель. Кольцо акушерское. 9 по Абгар. Без гипоксии. На ГВ до 6 месяцев. Далее каша из бутылки. В 8 месяцев села. В 8,5 поползла. В 9 пошла в опару. В 9,5 просто пошла. Активный веселый малыш. Держим режим сна. В 12 дня. Часа 1,5-2,5. Это, видимо, дневной сон. Ночной сон с 9 вечера до 6-7 утра. Ночью просыпается редко. Бутылку не просит. А волнует меня несколько вопросов. Первый. Дочь любит теребить мои волосы или бабушки? Мне их натягивает на лицо, перебирает, наматывает на ручку. Так было всегда. Это, кажется, ее успокаивает. Перед сном всегда, но может и днем делать то же самое. Это нормально? Или нужно отучать ее от этого? Но эта привычка сама не уйдет. Она так и останется. Это называется ритуальное движение, которое ребенка успокаивают. Кто-то наматывает, кто-то пощипывает, кто-то к пупку пристает, кто-то ногти грызет. В общем, стадия у этих всех ритуальных движений у всех своя. Значит, если это он чуть-чуть взял волосы, подержал, вот так вот помял и отрубился, может быть, пусть будут. Если это вам волосы эти выдирают, и это по полчаса тянет, и это все уже вот так вот досталось, сил нет, тогда и длится, допустим, уже это года 2-3, то это само не пройдет. Лучше, конечно, помочь ребенку переключиться, допустим, на мягкую игрушку, засыпать с зайцем, с мишкой, там, с машинкой, у кого что. Вот, потому что ритуальные вот эти вот движения, они не идут точно. С ними нужно что-то делать, пока они не переросли во что-то большее. Если у ребенка все вокруг спокойно, лучше на какой-нибудь зайца переключить. Второе. Ее кроватка стоит вплотную к нашей, борд убран, и она может спокойно ходить туда-сюда-обратно. Спит в кроватке, но утром досыпаем в обнимку с собой. Мне комфортно, но не вредит ли это ей? Сколько еще раз возраст? Год и три. Ну, как говорят нейропсихологи, сон с родителями после года запрещен. Но если вы считаете, что это, ну, вот просто на полчаса пришла, на час пришла, и больше этого не становится, ну, пусть еще побудет. Вот. Нет, не вредит. Третье. Собираемся в год и шесть сад. Ну, она может сейчас остаться на пару часов только с моей мамой или отцом. А с другими истериками при плаче на взрыд, на взрыд ее даже рвет. Невролог говорит, это норма. Как не навредить психике, научить расставаться с мамой? Никак. Потому что сепарация происходит сама, постепенно, и только когда ребенок чувствует, что вот он готов, ну, и мама, естественно, ему в этом помогает, сепарироваться и взрослеет, и отдаляется. Разлучаться с мамой научиться никак этому нельзя, потому что как только ребенок в раннем, в таком возрасте, в год и три, в год и четыре, в полтора, почувствует, что обманом каким-то путем и матери нет, и ей дискомфортно без матери, то начнет включать истерики и стараться за мать цеплять. В общем, как это получается? У нас обратная медаль получается, и ребенок еще больше начинает виснуть на родителей, дабы его не потерять. Вот, конечно, был в сад как можно позже, если вы видите, что ребенок очень сильно привязан, и ему еще очень нужна подпитка от родителей, и связь еще тесная. Вот. Я говорила, что рано детей хорошо отдавать в сад тех, ну, понятное дело, которым нужно уже родителям, вот, кровь из носа, все, на работу нужно идти, ну, тут уж ничего не поделаешь. И рано отдавать тем, кто... Ну, вот дети такие боевые, вот, действительно, прям уже пошел, пошел самостоятельно, и речь рано пошла, и мать уже не нужна, и такой пошел, и разговор с кем-то завел. Ну, да, почему бы и не попробовать в два года, там, в полтора отдать в сад. А когда висит еще на шее у родителей, и совместно с сон, и, может быть, там, а ГВ у нас нет уже, да? Угу, 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 до шести месяцев ГВ было. Вот. Если тяжело, видите, даже дарвоты. Ну, куда же это нормально-то? Дарвоты – это ненормально. Психосоматика срабатывает тут уже. Так, собираемся в сад еще раз в год и шесть. Она может остаться на пару часов только с моей мамой или отцом, а с другими – истерика. Припалача взрыт и даже рвет. Невролог говорит – это норма. Как не нервить детей психики, научить расставаться с мамой? Ну, в общем, да, никак здесь не научишь. Только вот пробуйте смотреть на реакцию ребенка. Вы можете отдать в год и шесть в детский сад, но очень пристально следите за своей малышкой. Если пошли вот прям тревожный сон, ну, рез, вдруг какие-то запинки в речи, страхи какие-то появились, или вам воспитатель говорит, что вот уже прошло и 5, и 30, и час 30, и она все никак не успокаивается, но все, это туда не ходить, и это не то время, в общем, попозже через год. Четвертый на горшок ходит исключительно в колготках или трусиках. Сама подойдет, сядет, сделает свои дела. Если снимаешь штанишки, штанишки в речи вытягиваются дугой. Если снимаешь штанишки, в речи вытягиваются дугой, не усадишь. Простите за такое количество вопросов, заранее спасибо. Про горшок вы не задали никакого вопроса, поэтому посмотрите, пожалуйста, все вопросы про горшок. Мы там все-все-все подробно говорили. 4 июля, Анастасия, Любовь колосса, сон рядом с мамой, страх потерять маму из виду. Ответили. Сейчас буду всех ругать, что они не смотрят наши плейлисты. Субтитры создавал DimaTorzok